Пришел, увидел, получил вакцину. С сегодняшнего дня в Латвии привиться от ковид-19 можно в торговых центрах, но не во всех. Пока кабинеты вакцинации открылись лишь в трех местах в Риге. В галерея центра, с галерея Рига и Домина. Зато вакцинируют там без предварительной записи и препаратом на выбор. Праздничные речи внутри, снаружи уже очередь. К открытию нового кабинета вакцинации в торговом центре в сердце столицы уже пришли первые желающие привиться. Я позвонила вчера, меня записали, близко от дома, поэтому я сюда и пришла сегодня. Если бы я знала, что такой вот ажиотаж и такой вот, я бы, конечно, не пришла сюда. Медицинский центр – это медицинский центр. Я думаю, что сюда будут приходить люди, которым не нравятся системы записи и регистрации. И будут приходить, потому что это проще. Именно доступность для жителей и возможность привиться без предварительной записи – главные аргументы в пользу создания кабинета в вакцинации в торговых центрах. В торговом центре галерея «Центрс» кабинет вакцинации находится у самого входа с улицы Калаев. И чтобы здесь привиться, не обязательно записываться. Главное – иметь при себе удостоверяющий документ. Это может быть паспорт или айди-карта. Раньше здесь находился магазин. Потом помещение пустовали. Теперь здесь прививают. Это был проект, который мы вместе с Национальным центром здоровья реализовали буквально за пару дней. Только что господин Ревел сказал, что вчера там еще выглядела как стройка, а сегодня уже работает центр вакцинации. За полчаса в новом кабинете привились шесть человек. Двое – не по записи. Во-первых, это очень удобно, потому что я работаю с дома, и у меня нет много времени. Это гораздо ближе к дому, чем записываться, ехать куда-то и так далее. Пришедшие на вакцинацию в другой торговый центр галерии Рига делится на два типа. Одни хотят привиться препаратом Бионтех-Файзер. Другие выбирают только вакцину Джонсон-н-Джонсон, в случае которой для получения иммунитета ковид достаточно одной прививки. В этих двух торговых центрах, которые мы сегодня посетили, можно было выбирать, чем у колодца. И в бюро вакцинации говорят, если будет нужно, организует дополнительную поставку препаратов. У каждого центра, который обеспечивает вакцинацию, уже разработана система, как они доставляют и хранят вакцину. И если мы видим, что вечером запрос вакцин больше, чем мы рассчитывали, то есть возможность привезти еще. В бюро вакцинации, надеются, такие точки позволят привлечь больше людей. А медсестра Инна Озолани, которая лично вакцинировала от ковид-19 около 4 тысяч человек, рассказывает, что со временем у людей менялись причины, почему они решались на прививку. Сначала очень хорошо, все хотели вакцинироваться. Сейчас уже есть такие, которые, ну, надо для работы, надо для чего-то. Хочу куда-то уехать, потому, ну, уже, ну, с такими, ну, что что-то им не дают, если не вакцинировать. Конечно, есть, которые очень против, но я думаю, со временем они тоже поймут, что это надо. Выходные в Латвии начнут прививать от ковид-19 и на ярмарках, которые пройдут в регионах. А в соседней Литве планируют выездную вакцинацию на пляжах.